Здравствуйте! Сегодня пятница, значит в эфире итоговый выпуск Местопроисшествия на Первом Городском. Программа, которая не только рассказывает о незаконных явлениях нашей жизни, но и пытается помочь обойтись без них. В студии Татьяна Караханова. Смотрите в нашем выпуске. А лихие 90-е в Калининграде. По городу прокатилась волна убийств. ДПС на таран. Водитель Мерседеса сбил двух сотрудников полиции. Внимание, розыск. В Калининграде пропал 13-летний мальчик. Разрешить распространять наркотики члены ООН дали заявление о легализации запрещенных веществ. Не бить ниже пояса. В Калининграде прошел турнир области по рукопашному бою. Возвращение в лихие 90-е во вторник в Калининграде. Среди бела дня на улице были расстреляны трое мужчин. Оружие убийства – автомат Калашникова. Личности погибших в поселке Чкаловск и на улице Гайдара в Калининграде установлены. За каждой жертвой числились уголовные дела. Мужчины были причастны к криминальному миру. Продолжение в первом материале выпуска. 31 мая по Калининграду прокатилась волна убийств. В поселке Чкаловск на улице Беланово в 10 утра прямо на улице расстреляли мужчину. Больше пяти выстрелов сразу поразили жертву. Причины преступления пока не выяснены. Одна из версий – криминальная разборка. Личность погибшего установлена. Это 34-летний житель Калининграда Дмитрий Константинов. Он являлся предпринимателем. Ранее неоднократно попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. По данным следствия, Константинов был судим за убийство двух лиц. В 1998 году бизнесмен принял участие в убийстве супругов Путятинских в поселке Большой Исаково. Отсидев 6 лет, он вышел на свободу и занялся автомобильным бизнесом. В марте 2009 на Константиново уже покушались. Выходя из подъезда дома на набережной Карбышева, он попал под пистолетный обстрел. Тогда предприниматель выхватил свое оружие и открыл ответный огонь, сумев ранить нападавшего. Сейчас ситуация повторилась. Рядом с трупом было найдено оружие. В этот же день у отделения Сбербанка на улице Гайдара неизвестные расстреляли двух мужчин и скрылись вместо преступления на глазах у калининградцев. Было два мотоциклиста в черных шлемах и мы слышали выстрелы и они проехали прямо и в сторону окружной поехали. По данным правоохранительных органов, погибший в прошлом промышлял распространением наркотиков. По версии следствия, убийство может быть связано с исчезновением литовского предпринимателя Станислава Ютуса. Это 42-летний Иван Шевалье, предприниматель в сфере строительного бизнеса, также неоднократно попадавший в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, и его 40-летний знакомый, который, по версии следствия, стал случайной жертвой злоумышленников. В настоящее время определяется круг возможных подозреваемых. Прорабатываются различные версии, ведется расследование. Четыре года колонии-поселения за одну из самых страшных аварий Калининграда. В ноябре прошлого года на Московском проспекте сбили двух молодых людей. Один погиб мгновенно на месте происшествия, второй на всю жизнь остался инвалидом. О продолжении этого дела смотрите в следующем материале выпуска. В Ленинградском районном суде огласили приговор Алексея Рудыченко. 7 ноября 2010 года за рулем Мерседеса на пешеходном переходе Московского проспекта он сбил двух парней. Один погиб мгновенно, а Дмитрий Скоропад после происшествия лишился ноги. Причина страшной аварии – водитель находился под действием алкоголя. Скорость зафиксирована не меньше 100 км в час. Однако в процессе судебных заседаний статью, по которой судили Рудыченко, поменяли. Согласно ей, обвиняемый был трест. На оглашение приговора, по словам судьи, доказательств было недостаточно. 22-летний студент БГА получил четыре года колонии-поселения из пяти возможных. Также водитель должен выплатить матери погибшего Петрова полмиллиона рублей компенсации морального вреда, а пострадавшему Скоропаду – 300 тысяч рублей. В среду в Калининграде произошла беспрецедентная авария. Водитель «Мерседеса» сбил двух сотрудников ДПС. Затем мужчина попытался скрыться, а при задержании оказал отчаянное сопротивление. Правда, к приезду нашей съемочной группы молодой человек изрядно успокоился. Да нет, не налетал. Шутит, наверное. У 30-летнего калининградца еще осталось чувство юмора. Сейчас человек выглядит вполне спокойным. Однако несколько часов назад он разбил видеокамеру в КПЗ и нападал на всех, кто подходил к нему ближе метра. 1 июня на улице «Спортивной» в состоянии алкогольного опьянения он пытался затащить в салон незнакомую девушку. Вовремя на месте оказался наряд ДПС. Когда у молодого человека потребовали документы, он нажал на педаль газа. Машина рванула с места, стоявший рядом автоинспектор повис на дверце. А другой полицейский в попытке преградить путь оказался на капоте. Я не помню. А почему не помню? Пьяный был. После мужчина пытался скрыться, однако уехать далеко ему не удалось. На улице «Спортивной» он потерял управление, съехал в кювет. Оттуда его вытаскивали уже другие полицейские. При задержании вел себя абсолютно неадекватно, в отличие от сейчас поведения его. Он бросался на сотрудников милиции, пытался вырваться, погнул наручники и все время выражался в грубую сезонную броню. В отношении молодого человека возбудят уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Если травмы полицейских признают опасными для жизни и здоровья, водитель может отправиться за решетку на срок от 5 до 10 лет. Да, чувствую. Раскаиваю. Внимание, розыск. В Калининграде пропал 13-летний школьник. Уже четвертые сутки о судьбе ребенка ничего не известно. Родители разыскивают Владислава Малыша. 31 мая в 3 часа дня из дома на улице Гагарина вышел Владислав Малыш. Мальчик учился в пятом классе. С собой он взял маленький чемодан с личными вещами, мобильный телефон Samsung и около 1600 рублей денег. Приметы на вид худощавого телосложения на затылке шрам. Был одет в спортивную куртку серого и коричневых цветов с капюшоном, темные джинсы, кроссовки болотного цвета. Всех, кто знает о местонахождении подростка, просьба позвонить по телефону 02 или в нашу редакцию по телефону 91-94-04. Зверское убийство. Калининградец убил родную мать, а потом сжег ее труп. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы. Жителя Калининграда приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство собственной матери. В апреле прошлого года непутевый сын встретил родительницу на улице. Потом он вывез женщину за город и жестоко избил ее твердым тупым предметом. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. После этого мужчина, чтобы скрыть следы преступления, сжег труп. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. В воскресенье. В Калининграде произошел пожар на улице Борзова. В бывшем здании авиационного училища загорелась крыша. Помещение уже давно находится в аварийном состоянии. Однако некоторым людям это не мешает проводить там свое свободное время. Продолжение далее. Здание бывшего авиационного училища уже несколько лет признано аварийным. Стекла давно выбиты. Внутри полная антисанитария. Такие условия идеально подошли для местных бродяг. Каждый вечер тут собираются любители выпить. Бери. Люди бухают или... Я что, за ними буду бегать. Так, видим, что они приходят и все. В пятницу 27 мая в 11 часов дня на телефон 01 поступило тревожное сообщение. В пустующем пятиэтажном здании на четвертом этаже загорелись бытовые отходы. По мнению местных старожил, это дело рук подростков. Вы были на втором этаже? Ну, стояли на втором этаже. А они... Тут и МЧСцы. А МЧСцы пришли и... Ну, мы им показали, как подняться. Объяснили. Они поднялись туда, на крышу. Из задымленного помещения пожарные эвакуировали пять человек из определенного места жительства. В медицинской помощи спасенные не нуждались. Причина пожара сейчас устанавливается. Бороться с наркоманией бесполезно. Комиссия ООН призвала к легализации наркотиков во всем мире. В Калининграде такое заявление вызвало неоднозначную реакцию. Согласны ли у нас с такой позиции? Смотрите в следующем сюжете. 2 июня на многих информационных сайтах появилось шокирующее заявление. Легализовать наркотики во всем мире. И высказали такую позицию члены глобальной комиссии ООН. По мнению экс-генерального секретаря организации объединенных наций Кофи Аннона, легализация запрещенных препаратов и прекращение уголовного преследования наркоманов более эффективны, чем война с наркодилерами. С позиции согласились также бывшие президенты Мексики, Колумбии и Бразилии. Только именно на эти страны приходится самый крупный мировой оборот наркотиков. В России официальной реакции пока нет, но даже на региональном уровне понимают абсурдность такого заявления. Оно выглядит довольно странным в свете решения комиссии ООН, которая собиралась в марте 2011 года, и где был принят ряд документов, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в мире, и вообще направленных, очень много было принято документов против наркотизации в мире. И вообще это заявление комиссии, оно противоречит очень многим мировым законодательствам. Борьба с наркотиками привела лишь к усилению наркоторговли и организованной преступности, так считают члены ООН. По их данным, употребление опиум-содержащих средств с 1998 по 2008 годы возросло на 35%, кокаина на 27%, марихуаны на 8,5%. Это просто абсурдное заявление, и, конечно, такое заявление серьезно рассматриваться не будет, тем более ни о каком принятии глобальных решений по такому заявлению говорить вообще, я думаю, что не стоит. Официально пока только Гил Кирляковский, глава отдела с наркоманией в Белом доме, высказал несогласие с членами ассамблеи. Комиссия же в ответ подвергла особо жестокой критике США, отметив, что американские власти должны отказаться от криминализации антинаркотических компаний. 3 июня глава госнаркоконтроля Российской Федерации Виктор Иванов назвал высказывание пиар-акции. Ранее он неоднократно заявлял, что Россия не будет легализовывать так называемые легкие наркотики, к числу которых относят марихуану. В рукопашную с преступностью в Калининграде в спорткомплексе «Динамо» прошел турнир на первенство области по рукопашному бою. Все правоохранительные структуры приняли участие, на мероприятии побывала и наша съемочная группа. Жесткие удары руками и ногами – удушающие приемы. Вот основные способы быстро побороть соперника, не дав ему ни единого шанса. Рукопашный бой – исторически самый универсальный вид боевого искусства. Элементы самбо, кикбоксинга и других единоборств схватки делают бойца практически неуязвимым. Но и травмы таких ударов тяжелые. Бить ниже пояса и в позвоночник в рукопашке запрещено. Прямо сегодня надо выполнять свои функциональные обязанности. И если мы будем в правилах не оговаривать частичные ограничения, то может привести к большим травмам, что и приводится на соревнованиях различного уровня. 60 спортсменов со всех правоохранительных органов. Разная весовая категория и уровень подготовки. Медики на турнире внимательно наблюдают за схватками. Один удар может привести к трагичному финалу. Достаточно тяжелый удар может быть и ногой, и рукой в голову. Потому что они используют шинковки. Это достаточно жесткая перчатка. То есть это не боксерские, они жесткие. И можно получить сотрясение, попасть, если точно, в нос, снимать нос, челюсть. Можно попасть удар по почкам. Тоже будет потерять человек сознание. Каворитами соревнований на протяжении нескольких лет являются спортсмены КЮИ и пограничного института. Уровень подготовки практически равный. Одержать победу на конкурсе – задача не из легких. Дело даже не в тактиках, а тут на выносливость. То есть кто устанет бегать, тот и считай поеду. Уже в этот же день участники конкурса приступили к своим должностным обязанностям. Применять боевые приемы они будут не в стенах зала, а на улицах Калининграда. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если именно вы стали свидетелем какого-либо происшествия, звоните в нашу редакцию по телефону 919404 или пишите на наш электронный адрес канал 1собака.мейл.ру Напоминаю, проект «Место происшествия» выходит ежедневно с понедельника по четверг в 19.50, сразу после службы новостей «Город» и итоговый выпуск в пятницу в 20.00. С вами была Татьяна Караханова. Берегите себя и своих близких.